Здарова чуваки, сегодня у нас праздничный ролик, в котором я расставляю группировки в кирлисте, где S это самые имбовые группировки, самые сильные. Вообще я долго думал, как лучше всего поступить по силе группировок расставлять или же по моему отношению к ним, типа true, не true, по каноничности можно расставлять даже, да. Как ни крути, все-таки объективности здесь не будет, меня по-любому засрут, как бы я не поставил группировки, но короче давайте расставим так, как я считаю нужным. Так как я видел группировки в игре, тут присутствуют группировки из Global War и Великой Войны. Это два таких наиболее больших мода, в которых наибольшее количество группировок присутствует, нигде больше такого количества мы не видали. Больше всего я знаю группировки из Global War, потому что там провел много времени. С Великой Войной не так все хорошо, я мало знаю группировки, я не видел здесь все ранги, то есть, к примеру, в Global War я копался в файлах игры, знаю там, какая вероятность спавна того или иного предмета на каких-то рангах, то ли на новичках, то на легендах. А в Великой Войне с этим не так хорошо, так что, ну я буду пытаться более-менее оптимально расставлять. Короче, не судите строго, если ты здесь впервые, то подписывайся на ченнел, ставь лайкос и приятного просмотра. Задача у меня сегодня довольно сложная. Тут также имеются основные подгруппировки из Великой Войны. Основные подгруппировки, то есть те, которые спавнятся изначально, когда ты заходишь в последнюю версию Великой Войны. Вот этот значок я осуждаю максимально. Давайте начнем с бандитов. Они имеются везде, абсолютно в любом моде и в оригинале. Допустим, есть один глобальный мод в Сталкере, в котором присутствуют все группировки. Ну вот, бандиты на каком месте были бы. Хотя тут уже смешивается мое видение самой группировки, то есть и отношение к ней, да. Охрененно объективный тир-лист, обещаю сегодня, конечно, да, в кавычках. Бандосов я люблю, я думаю, а тир плюс снаряга у них не самая плохая, да. Валы и экзоскелеты я точно в Global War видел. В оригиналах же там, ну тоже есть экзоскелетчики, пулеметчики на высоких рангах в одном моде. Другая сила в третьем моде, третья сила. То есть сложно это все как-то соединить. Блин, давайте все-таки, наверное, по отношению уже, по моему отношению к группировкам. Ну и как-то по силе тоже будем пытаться расставлять. Посмотрим, что с тобой получится. Ну, бандиты, а тир по-любому, для меня это элитные мужики. Далее в списочке зомбированные. За зомбаков я играл, насколько помните, два прохождения было за мочалку. Вот если брать по силе, то, ну, они слабые. Наверное, цитир был бы. Но так как я за них два раза играл, пусть будет Б. Миротворцы дальше идут. Миротворцы присутствуют в моде Global War и Великая Война. Да, у них разные балансы в обоих модах. Объективно, если бы я брал миротворцев с обоих модов, то вряд ли бы оно здесь, все здесь поместилось. Потому миротворцы пойдут одним значком, одной эмблемой. Тир Б, думаю. Хотя, в наблюдении за группировками, помните, они довольно-таки высоко забрались в рейтинге. Это было наблюдение в Global War и они остались чуть ли не последние выжившие. Противостояли Черному Сентябрю, который тоже нас ждет где-то здесь в списочке. Далее, ВГР, ВНЗированная группировка России. Они довольно мощные, пробивные ребята. Всегда впечатление о них было как среднячок, железобетонный и даже, возможно, чуть выше. Пусть будет Байтир. Далее, ЧВК Альфа. Раньше это был Отряд Альфа, теперь это ЧВК. Это однозначно С-Тир. Дальше в списке Темные Сталкеры. Это новая нашивочка. Самая последняя нашивка, которую я видел в Global War, по-моему, альтернативные появились какие-то, да? Темные Сталкеры. Крутая группировка. Не в каждом моде можно поиграть за мутантов. Если бы еще создали группировку полноценную, типа играть за мутантов, именно не люди-мутанты, а полноценные мутанты. И там какое-то развитие группировки, управлять отрядами. Хотя отрядами, по сути, можно управлять. Вот, например, начинаешь за темных сталкеров и мутанты для темных кенты. И отрядами на карте можно управлять. Так что, довольно прикольная тема. Я думаю, А. Далее, Ветер у нас в списке. Это одна из самых мощных по вооружению группировок на Легендах. Там РПГ есть и ПКМа, и М60, что там только нет. Но впечатление про эту группировку не самое крутое, не знаю. Что-то они мне не особо заходят. Вот, Ветер с выцвевшей броней от радиации или все излучения. Они же там на севере зоны, в Лиманске, обитают. И в Короле зоны они довольно-таки высоко тоже забирались. Наверное, то ли А, то ли Б, не знаю точно. Ладно, давайте сначала вкинем в А-тир. Ну, если тут бандиты, почему бы и ветер не впихнуть, да? Робин Гуды. Следующие пацаны. Это подгруппировка из Великой войны. Ответвление от нейтралов. Бандитская, типа идеология бандитская, но они нейтралы. И, короче, получились Робин Гуды. Грабят во благо, так сказать. Наверное, так. В принципе, прикольная группировка. Не самая отвратная, на самом деле. Так что я думаю, С. Черные слизни. Мое отношение к этой группировке самое позитивное. В Великой войне там новую броню завезли вроде, но она не прописана в торговле, к сожалению. Не получилось в последнее обнове поиграть за черных слизней. Бля, я бы повыше поставил. Мне не нравится за них играл. Назвучка у них уматовая. С-тир. Не, не С. Все равно я бы поставил где-то на Б. Бай-тир. Великие ханы. Довольно мощная группировка. Элитные бандосы. А значит, с мощным вооружением. А что касается лора. Не сказал бы, что они сильно вписываются. Это о чем, в принципе, речь идет. А тут большая часть группировок не вписывается. Какие нахрен Робин Гуды могут быть? Вообще, они прикольные пацаки. Они далеко заходят в Короля Зоны постоянно. В прохождениях, правда, они быстро откисают. Так что, наверное, Бай-тир. Варяги. Варяги прикольные пацаки. Они мне сразу понравились. Я их видел только в Глобал Вар. Тут, кстати, их сородичи имеются. Вообще, варяги пошли от Мстителей. Это ребрейнинг получился. Не знаю. Давайте А-тир. Долг. Долг, конечно же, заслуживает первого места. То есть, С-тира. Как и Свобода, я считаю, это топовые группировки. Адская Инквизиция. Ну, тут стоит большого внимания их броня. Конченая, которую хрен пробьешь. Элитные мужики. Монолитовцы, там, фанатики. Но чем-то они манят. Давайте А-тир будет. Ой, бля. Сука, Великие Ханы. Хули они тут делают? Короче, я Великих Ханов дважды вписал, да? Это старая нашивка, это новая. Или наоборот. Короче, пусть оно уже будет, там, в конце списка. Я вот так вот сделаю. И все. По-моему, вот это самое новое. А вот это старое. Дальше. Фантомы. Мне не нравятся объективно. Снаряга у них неплохая. Б-тир. Но фантомы, ну, бля. Мне кажется, они мало как вписываются вообще в войнушку. В лор. Для меня, в общем, много значит лор оригинального сталкера. Ладно. Фантомы. Ца-тир. Пусть не обижаются. Монолит. Монолит однозначно первое место. С-тир. Хоть они и отбитые фанатики, но они загадочные. Они прикольные, модные, стильные. Мне нравятся их раскраски. Мне нравится то, что они так яростно защищают свою любимую прелесть под названием Монолит. Далее, Апокалипсис. Это точно S-тир. Они очень мощные. И, в принципе, все мы знаем, что эта группировка пошла из модификации под названием Апокалипсис. Мод топовый. Правда, не совсем они вписываются в лор, опять же, да? Но мод мне понравился, например. И сами они смотрятся прикольно в игре. Все мы раздают трендулей. Но, кстати, не всегда. В Global War они не всегда там что-то делают. Прямо масштабное. Ну, я за них играл, потому... Ну, мне они нравятся. У них прикольная броня в вооружении. Дальше идут нейтралы. Сложно их поставить куда-то пониже. Просто ботир. Все. Без лишних комментариев. Далее, Перехват. Играл за Перехват. У них классная броня. Короче, это ребрендинг. Переделанные военные сталкеры. Снаряга у них классная. Вписываются в войну группировок. Войнсталы существуют в оригиналах. Ну, по крайней мере, в файлах игры. В билдах точно это должно было быть. Так. Ну, давайте А-тир. Группировка Закат. Дошла очередь до этой славной группировки. Я очень рад, что в Великой войне убрали вот этот байт на вступление в Закат. В инвентаре вот эта фигня постоянно была. Будто бы принуждение поиграть за данную группировку, что ли. Не знаю, что это было. Короче, неважно. Группировка мощная. Сила офлайна большущая. Касательно лорности. Ну, лор Великой войны. Он не касается никаким образом каноничности. Вообще, если я поставлю на последнее место группировку, то будет некрасиво. Потому что нашивки некоторых подгруппировок, точнее всех, я брал у создателя. Так что, сорян, мужики. Тут купленное место. Военные. Воензированные группировки. Они все мощные. Четко стреляют. Они обучены. Сложно поставить на последние места. К канону относятся абсолютно. Сто процентно. Я думаю, заслуживают они АТИР точно. Мстители. Это группировка из Великой войны. Они что-то наподобие варяг, но, по-моему, послабее. В глобал вару группировка часто улучшается. Как-то переделывается, что-то добавляется. Ну, Бронислав, как минимум, заслуживает АТИР. А Мстители это какие-то новоимые, я считаю. Для меня варяги намного роднее. Так что, я думаю, где-то даже ЦАТИР. Ренегаты. Ренегаты. Ренегаты прикольные пацки. В глобал вару у них крутая озвучка. Крутой лидер. Крюк был. Не знаю, кто сейчас. Короче, меняется все постоянно. Лидерство это офигенная фишка на самом деле. Ее чуть поулучшать. И вот, кстати, новая версия на подходе. Возможно, она уже вышла, когда я данный ролик выложил. Записываю я это перед НГшкой еще. Так, ренегаты. Куда мы их все же вставляем? Я думаю, ЦАТИР ненормально. Военные сталкеры. За них я почти не играл. Да вообще не играл. Я их редко где видел. Они быстро откисали на агропроме от других более мощных группировок. Сейчас их переделали. Так, ну они существуют в Великой Войне, да. Военные сталкеры. Я видел также их в Lost Alpha Extended. То есть в Lost Alpha обычной даже были. В каком-то моде еще, по-моему, были военные сталкеры. Короче, во множестве модов. Я во многие не играл. Но лично мое отношение, хз. ЦАТИР не более. Ну вот, за перехваты играл я их видел. Просто по причине того, что я мало знаком с военсталлами. ЦАТИР. И опытных винторезы и СВДхи. По-моему, это мощно. Это подгруппировка, относящаяся к Закату. Наверное, поставим, ну из-за того, что они тупо сильные. Из-за того, что это подгруппировка Заката на АТИР. СБУ. Если это все против всех, то они довольно быстро откисают на предбанники. Но если они в союзе с группировками, нормальные отношения, то они довольно долго живут. Миротворцы, военные. Все это один союз. Наверное, БАТИР и НормАЗ. Ну, я с ними мало сталкивался. КОМСОМОЛ. Ответвление от нейтралов. Ну, такое я вообще осуждаю. Не то, что прям осуждаю, но мне не особо нравятся подобные идеи в Сталкере. Я отношу данные группировки к трэш-группировкам. Я еще понимаю, там элитные воины создателя как-то. Что-то у меня не увязывается с этим лором. Коммунисты в зоне. Блин, здорово. Группировка ученых. В оригинале они не группировка, они просто работники, которые изучают зону, сидят в бункерах. Но в модах они не самые слабые бойцы. Это я уже точно знаю. В турнире король зоны бывает всякое. Блин, не знаю, не знаю. То ли Б, то ли С. Давайте поставим в БАТИР. Дарья Свобода, однозначно С-тир. Ну, меня просто заклюют фанаты, если я поставлю ниже. Короче, дальше. Захватчики, значит. Захватчики это подгруппировка Заката, вроде бы. Не то, чтобы они прям мощные, да. Хотя я видел их низкий ранг, не знаю, что там выше. Мне данная группировка не заходит. Я не понимаю данного лора, пацаны, сорян. Потому я и говорю, что мне Глобал Вар больше нравится. Он лучше во всех аспектах. Я желаю удачи пацанам из Великой Войны. Чтобы они там развивались как-то. Данную идею двигали дальше. Ведь им это нравится. Кому-то это нравится, но мне нет. Чё дальше? Чистое небо. Чистое небо, мощные мужики. Мне нравится. Не то, чтобы прям сильное, но идеология у них интересная. Добротная. Исследователи зоны. Но также они умеют воевать. Свидетельство этому, это некоторые выпуски Короля зоны. Я поставлю их, наверное, БАТИР сделаем. Они мне нравятся, плюс-минус. Как нейтралы, может чуть-чуть больше. По вооружению плюс-минус такое же. Вот ханы, я не знаю даже, может несправедливо их в БАТИР всунул. Как-то не вписывается. Глазу мешает. Блин, ладно. Великих ханов поставлю всё-таки в АТИР. Я думаю, недооценил их немного. Можете больше его заслуживают. Далее АНСФ-11. Я когда-то против них бегал. Ещё с вебкой записывал первые свои ролики на Ютуб. Какой кринж был, это ужас, конечно. Кринж и группировка Кринж. И я тогда тоже с вебкой Кринжовой это всё делал. Боже. Короче, давайте засунем в ДТИР подальше. Это дерьмо. Ровно как и свои вот эти видосы первые. Хочется скрыть данную группировку. Ну, из Global War её скрыли. В Великой войне за неё можно ещё побегать. Так что добро пожаловать. Наслаждайтесь. Наемники. Наемники много кому нравятся. Меня запоносят. Ну ладно, давайте уже будем от моих предпочтений отталкиваться. Вооружение заслуживает где-то А тира или Б. А или Б где-то между. Моё отношение на самом деле сложно выбрать куда их всунуть. Они вроде и А заслуживают. В то же время я бы их в Б тир тоже всунул. Объективно они сильнее нейтралов и чистого неба. Что если говорить про каноничность, вписываются естественно, но они в многих модах есть. Кстати, наёмник Шрам был. Всё. А тир. Русский спецназ. Это ВГР, но немного другая группировка в Великой войне. В Global War ВГР в Великой войне русский спецназ. Пусть будет Батир. Я не видел русский спецназ в Великой войне, хотя и видел, но давно. Короче, больше мне нечего сказать. Короче, Батир. Поиск. Группировка Поиск, которая аддонами идёт в Global War. Группировка из модификации под названием Поиск. Продолжение Апокалипсиса. Мне они нравятся. По крайней мере, нашивка у них топовая. Снаряга у них классная тоже. Новая броня мне тоже из аддона понравилась. И вооружение, и модельки. Короче, пацаны понакидали даже обновки на эти аддоны. Короче, есть каноничная версия, хотя вроде это всё удалили. Но в данный момент в Дискорде разрабов можно скачать. Только я не понял ещё до конца, там канон или не канон, какая финальная версия. Далее. Подгруппировка из Великой Войны. Проект Чистильщики. Чистильщики. Это подгруппировка Чистого Неба, по-моему. Неоднократно в прохождениях я видел Чистильщиков. С вооружением я особо не знаком. Вообще, мало когда я их видел вживую. То есть, противостояние так типа в ПДА видел, а дальше всё. Сложно. Ну, Дайтир пусть будет грех. Грех из многих модов. Сама идеология сюжета в группировке интересный. В Лост Альфе он раскрывается. Не только в Лост Альфе, в Legend Returns тоже. В Аномали там тоже есть сюжет за грех. Мне с Лост Альфой понравился прям топик. Это своего рода тёмные сталкеры. Хочется их вставить в Байтир. Далее. Рассвет. Рассвет, по-моему, это подгруппировка Чистого Неба. Они достигали больших успехов. Я не знаю. Ну, чисто из-за этого на ЦАТИР поставим. Немало территорий они захватывали на Юпитере, по-моему, в своё время. Чёрный Сентябрь. Это серьёзные мужики. Где их готов даже в СТИР вставить. Как минимум из-за того, что в наблюдении за группировками они выиграли. Спойлер, конечно, но можете в плейлисты перейти. Может зайдёт. Там типа Королевская Битва глобальная, но в то время мы по всей зоне летаем, наблюдаем за всеми абсолютно. В итоге наблюдения в формате Королевской Битвы победили именно они. Снаряга у них взрывная. Кстати, они в турнире занимают довольно высокое место. В полуфинальной битве встретятся со Свободой. Турнир Король Зоны ещё не завершён. Пацаны, третий сезон на канале. Залетайте. Так, далее. Пацанская община. Это ответвление от чёрных слизней. Они со старта на карте рисуются в тёмной лощине. Мне не нравится данная группировка. Дайтир. Слизни я ещё готов терпеть. Бое место, да? Ну, они забавные, пацки. А вот это уже попахивает трэшем. Так, сторонники фашизм. Это, по-моему, ответвление от заката того самого. Они контролят выжигатель мозгов. И, по-моему, они очень мощные. Они в модификации Великая Война занимают явно не последнее место. По силе и по территориям. АНС их давят. А с другой стороны, и они давят АНС иногда. Ладно, пусть будет цатир. Хаос. Те же террористы, но хаос. Я видел их низкие ранги. Низкие, ну и даже пару зарядов РПГ в меня прилетало недавно. С вызовом Мануэлю. Айстир. Данная группировка из Global War более родная. Там и нашивка привычная, и сколько всего с ними связано было. И в турнире участвовали. И наблюдения, и туда, и сюда. Ну, ладно, давайте из-за того, что чисто тоже террористы. Пусть они будут в Астире. Кстати, черного сентября не будет скоро. Падшие ангелы. Это новая группировка террористическая. Мне кажется, я кого-то забыл. Остается еще три группировки, но, возможно, из оригинала кто-то проебался. Кого-то я забыл. Исследователи зоны. Интернациональная исследовательская группа. Базируются они аж на генераторах. Снаряжение у них не самое плохое, но и не самое лучшее, опять же. Наверное, это будет байтир, и не более. Осознание. Осознание – самая сильная группировка. Если сопоставить бойца, например, ЧВК Альфа и бойца Осознания, то, скорее всего, победит бойец Осознания, потому что у них гаусс пушки. Но там уже от разных факторов зависит, какое оружие у Альфы, на каком расстоянии бой идет. Ну вот, лидер, например, у них самый мощный. У Осознания – самый сильный лидер. Это уже давно доказано. Есть даже ролик на канале, там, где лидеры группировок сражаются в одном месте. Там неоднократно побеждал лидер Осознания. Из-за их лидера ставить в С-тир – да не. Успехов они больших не достигают по мере войны группировок. Симпатия у меня к ним есть или нет? Наверное, да, потому А-тир, короче. Все. И Великие Ханы. Все, пацаны, не смотрите сюда. Если бы я мог удалить, я бы сейчас удалил, но не удаляется. По ошибке вставлено две ошибки Великих Ханов. Вот они в А-тире. 44 группировки сегодня было вставлено в тир-лист. Что-то неоднозначное сегодня получилось у нас. Ну, ладно. Это мой первый тир-лист. Возможно, дальше я немного более продуманно сделаю все. Можно еще по-разнообразному делать тир-листы. Топ-ютуберов, топ-модификаций и так далее. Кстати, если хотите, пишите в комментариях варианты тир-листов. Ну, например, хотели бы вы, чтобы я тир-лист по ютуберам сделал или нет? Я бы оценивал каналы как-то. Чисто по моему мнению, кто где находится. Так, чуваки, ну, тир супер субъективный, несправедливый. Тир говно, какой получился, короче. Спасибо за просмотр. Всех с праздниками, чуваки. Всего хорошего. Приятного поедания, Оливье. Ставь лайкос, подписывайся на канал, если ты здесь впервые. Заходи по ссылке в описании в телегу. Удачной охоты и будь здоров, стал Кирюга. Субтитры сделал DimaTorzok